Добрый день всем! Вы посмотрите, у меня такая вот штучка. Сегодня мне Михаил Портнов дал специально для камеры. Даже не для телефона, а для камеры. И вот сегодня я вам всем говорю доброе утро. И камера у меня не так близко, как обычно. А именно вот так. И моя бандитская пуля не так видна. Сегодня вторник, 10 февраля. И сегодня, сейчас, вторая неделя моей учебы. Вчера мы делали с Михаилом интервью. Так скажем, пробничек такой, что я могу и что я знаю. И, конечно, я думаю, получилось здорово. Потому что цель была не только помочь мне, но и помочь тем, кто смотрит. Потому что многие не подготовлены к интервью, так же, как и я. И, конечно, Михаил, он великий человек с великими советами, поможет многим, я уверена. Поэтому я сегодня пересматривала еще раз интервью. И, конечно, мне очень понравилось. Я немножко была не уверена, но это, знаете, я думаю, что это нормально. Это и когда я снимаю на своем видео и говорю там, о стакане с газировкой, это одно. А когда уже подготовка к серьезному делу, конечно, я немножко затушевалась. Но ничего, это мне простительно. Так что вот, мои родные девочки и мальчики, иду в школу. В школе хочу переписать, не переписать, а отпечатать те комментарии, которые мне написали насчет СССР. Я хотела почитать их, то есть прочитать слух, потому что очень интересные такие воспоминания у всех. К сожалению, не смогла ничего перепечатать, а отпечатать. На принтере здесь какая-то проблема маленькая возникла с файлом. Ну вот пойду в школу Портнова, там распечатаю. И, может быть, после школы я продолжу это видео о воспоминании об СССР. Именно эти воспоминания меня заставляют отдохнуть, так скажем, морально, отвлечься, потому что очень интенсивная учеба. Нужно понять, нужно записать, нужно запомнить. И поэтому учиться приходится, я ничего не говорю. Но видео делать нужно, и именно они мне, как я сказала, помогают отдыхать. У меня сейчас нет в данный момент рядом Винни, нет рядом Артема. Я с ними общаюсь по телефону, но, сами понимаете, это все не то. Поэтому мне очень помогает ваша дружба, ваша поддержка, ваши комментарии, естественно, потому что я чувствую, я не одна, не одна, не одна. Спасибо вам большое всем. И я выключаю камеру, и она сейчас тут же включится для вас. А для меня она включится после уроков. Ну вот, я в магазинчике, называется Whole Food Store. Оля Брукман показывала этот магазинчик, я вот уже люблю. И мы с Гузаль сейчас, и мы заказали мороженое. Посмотрите, органик мороженое органическое. Конечно, смотрите, как это такой пар от ледяного. То есть, такой, я не знаю, не от того, что он горячий, а от того, что наоборот, слишком-слишком ледяное. Это вот моя Гузаль. Привет, это снова я. Мы решили посидеть в кафе, покушать мороженое и поболтать, потому что мне очень пришло много всяких воспоминаний про СССР. У нас такая тема любимая на канале бывает. Так что сейчас мороженое возьмем и будем снимать. Ну вот мы на такой и находимся плазе. Как я сказала, Whole Food Store. Я не знаю, как показать. Вот так, если видно. Такие вот цветочки здесь. Там дорога центральная. И вот так вот мы будем сидеть за одним из этих столиков, которые находятся сзади меня сейчас. Так что вот, да, Whole Food Store очень хороший магазин. Я тоже бывала, что ходила в Орландо, но от меня он далеко находится. А здесь мы пешком дошли от того места, где мы живем. Это здорово. Ну все. Вот у нас мороженое. Такими маленькими шаречками. Органическое, вкусненькое. Мы купили ванилоклассик. Классическое просто мороженое. Ну что мы будем с тобой делать? А у нас тема такая сегодня. Воспоминания СССР. Я получила очень много комментариев, которые хотела бы зачитать. Не хочешь повспоминать? Давай попробуем. Сейчас, погоди секундочку. Во, мы сидим вместе. Посмотри, как классно. Вообще такая штучка здоровская. Вообще это для селфи, да? Ну это да, для селфи. И так можно болтать. А как мы с тобой будем читать? И куда мы посмотрим? Я даже не знаю, как снимать. Уселись. Взяли по мороженому, уселись. Начали читать. А кто читать нам будет? Может завтра продолжим? Может сегодня порепетируем? Ну вот опять уселись. И так сели, и так сели. Не знаем, как. Я буду читать о комментарии. И мы с Гузаль будем вспоминать. Может что-то у нас такое и было в детстве. А может и не было. Но вообще комментарии очень такие интересные. Я тебе еще не давала их читать, нет? Вот первый. Лео Таг пишет. Наташа, я по теме. В видео, где ты маленькая на диване, держишь сумочку. Помню, и лошадку помню тоже. А еще помню пастилу огромными слоями. Навес продавали. Супер была. А соки стеклянных конусов. У вас был сок в стеклянных конусах? Такой вот. Таких больших конусах. Пастилу у нас в Узбекистане. Три разных на подставке. А крышах сушили. На подставке, он говорит, три разных конуса. Они разные. Томатный. Потом я помню березовый. Помню, вишневый еще там был. Там еще замызганный стакан с солью и с ложечкой стоял. Помнишь такое? У вас было? Березовый сок в школу отдавали. А чтобы добавлять эту соль. Вот это я помню. А жареная килька в ларьках. А фантики. А любимые артисты. А песенники. А у нас была, знаешь, такая была анкета. Мы передавали другу эту анкету. И там пишешь, влюблен ли ты сейчас. Это я пишу. Анкета в почерк хорошо тренируется. Да, да. А билетик счастливый съела когда-нибудь? Счастливый билетик нет. Нет, мы ели билетик счастливый. И еще камнем разбить карамельку с вареньем. Потом съесть. Так вкуснее. У меня такого не было. У тебя было? У меня тоже. Эмигрант пишет. Мне 50 плюс. И я тоже помню, как мама одевала нас теплой зимой в школу. И мы на лыжах шли в школу по всему повселку, через реку. Ничего и никого не боялись. И лет нам было, может, по 11-12. Западная Сибирь. Вот Саня, Саня у меня такой классный. Он такие все комментарии пишет. Он пишет. Да. Нам с детством повезло. Больше, чем сегодняшним детям. Есть что вспомнить. Я иногда сыну рассказываю про свое детство. А он меня часто просит что-нибудь рассказать. Мне всегда что-нибудь, что есть, что вспомнить. А вот ему вспомнить практически нечего. Мы никогда на месте не сидели. Всегда чем-то занимались. А сейчас уткнутся в мобильник носом и сидят весь день синим. Сын, когда был маленький, я всегда его спрашивала. Чем ты занимался на улице? В какие игры играл? А он и игр-то никаких не знает. Говорю, ну в догонялки, в прятки, в казаки-разбойники, в светофорчики, в кандалы, в штандары, в телефончики, в дорожки. Ну, хоть во что-нибудь играйте. Он таких названий-то и не слышал. Мы, как в задницу заведенной с утра до ночи носились по улице. Ни минуты на месте не сидели. Мы и в школе на переменах продолжали сидеть, играть. А сейчас кукота пишет. Не знаю, какие-то булочки еще. Это твоя любимая игра была. Я выбивала очень. Не, мы их играли, знаешь, в этих вот. Резиночки. Ну, это да. А мы еще играли. Касики. У кого немецкая свастика, а у кого эти звездочки. Как она называлась? Кто-то русский, а кто-то немцы. И вот мы вот такую игру играли. Как же она называлась? Не помню. Не зорница, а какая-то другая. Я росла в Узбекистане. Ну, ты знаешь, в скакалке скакали эти, в резиночке. Ну, в резиночке выбивала я обожала. Так, Ольга Макаусова. Наташенька очень рада, что все прошло по-малому. Это после укуса чайки. А из детства помнят, наверное, многие, как мы секретики делали. Ямочку в земле и туда осколки битых красивых фарфоровых чашек. Какой-нибудь цветочек положишь, оконным стеклышком сверху накроешь и засыпешь землей. А потом подружкам секретик покажешь, у кого лучше творчество. А как фантики от шоколадных конфет собирали. Казалось, так все здорово. А еще на речке плавали, и вместо круга утащишь из дома наволочку. И сделаешь из нее шар. И вот оно, счастье, как мало человеку для счастья надо в детстве. И удачи во всем. Я вот про наволочку тоже не слышала такого. А как шар можно сделать из наволочки? У нас вроде... Галина Н.С. Про единственный стакан на тысячу людей я ребенку своему тысячу раз рассказываю. Это мы вспоминали. Помнишь, Таня, тебе рядчика позвонила, что газировка стояла и один стакан на всех. У меня еще та история. Про него я, приехав в Москву с ребенком в 17 лет, из Вяткинской деревни пыталась в советской кулинарии. Когда вечером ходили гулять по Москве, мы ели качественно вкусную твороженую массу с изюмом. И шли к автомату с газировкой, наслаждались холодной газировкой. Твороженая копейка. Да. А эти трешки, копейки, заначка. Наташа, а индейские фильмы и индийские фильмы? Я откладывала 5 копеек в баночку и ждала дня, когда в поселке лесном повесят объявление о фильме. И мы все шли в клуб простой, деревянный. И там при входе стояло какое-то внимание. Обращал общее с ведро и кружкой. И мы пили воду все из одной кружки. И плакали, и смеялись все вместе в зале. А про обсуждение после... Индийские фильмы, конечно. Танцор диска 5 раз бегала, смотрела. Конечно. Сейчас я мороженое немножко поем и опять включу.